что продолжаем работу в картере сейчас следующая задача нам необходимо проверить прогиб коленчатого вала сейчас приготовлюсь и все расскажу по ходу индикатор я уже установил индикатор устанавливается параллельно шейки коленвала здесь есть специальные накерненные точки для его установки установили его и на индикаторе выставляем все очень просто устанавливаем его практически в нижней мертвой точке правого уже все готово сейчас начинаем вращать главный двигатель ok старт вращаем его до тех пор пока положение индикатора не достигнет правого порта ну или по правильному лобной стороны выхлопной части главный вообще на индикаторах есть специальный противовес чтобы индикатор был все время к вам лицо мы его не нашли это похерил наверное не знаю времени делать новые сейчас нет обойдемся пока без него потом может сделаем если не забудем почти дошли до горизонтального положения сейчас остановим и посмотрим наши показания кстати когда снимаем показания валоповоротное устройство необходимо остановить и провернуть немного назад это делается для того чтобы снять давление зубьев маховика иначе показания не могут быть немного неправильно знаю на камере видно или нет думаю что видно индикатор показывает минус 0 0 2 сотых миллиметра эти показания мы говорим механику или мотористу и он их записи минус зиру 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 тут теперь начинаем вращать в противоположную сторону примерно в том же положении в котором мы установили индикатор у вас должно показать но если у вас другое значение то значит индикатор установлен неправильно и его нужно установить заново более корректно и повторить эту же процедуру сейчас я это проверю у нас все нормально на индикаторе 0 значит установлен он вверх теперь мы ждем когда индикатор достигнет практически нижней мертвой точки левого порта или стороны распредвала если бы сейчас на индикаторе был установлен противовес то он бы был направлен нам лицевой стороной мы бы видели в инструкции производителя написано немного не так но у нас есть компанейская форма и мы следуем согласно этой форме в инструкции немного по-другому указан порядок снятия раскетов коренвал практически достиг нужного нам положения и сейчас будем смотреть показания итак у нас минус 0 0 1 минус 0 0 1 сейчас покажу куда он это записывает фрагмент итак 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 не достигнет левого борта максимальные лимиты прогиба коленвала по данному индикатору у нас 1,13 миллиметра если дефлекшены у нас достигли этих лимитов то тогда необходимо заменить нижний рамовый вкладыш вкладыш в принципе это и так так по русски вся эта процедура называется снятие раскепа снятие раскепа главного двигателя на дизель генератора в принципе то же самое смотрим левый борт минус 0 0 1 майнос zero zero one все цилиндры снятия раскепа показывать не буду смысла нет на каждом цилиндре делается абсолютно все одинаково мы уже сделали пятый цилиндр это 6 уже практически закончили осталось 4 цилиндра затем будем проверять зазоры на рамовых подшипников будем проверять специальным индикатором сначала откалибруем индикатор а потом уже будем проверять зазоры в каждом подшипнике с носовой кормовой часть в общем все увидеть сейчас поднимаем индикатор верхнюю точку это будет последняя позиция данного цилиндра в общем все Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин